привет ребят сегодня поговорим о канарейках и тема нашего сегодняшнего видео будет называться содержание молодняка после отделения от родителей то есть вашим птенцам наступил 28 30 30 день вы их должны пересадить в отдельную клетку и вот как потом их содержать сегодня об этом мы с вами поговорим более подробно сейчас я вам покажу продемонстрирую все пойдемте я здесь заготовил немножко зелени потому что ну никак без зелени не обходится в канароводстве обратите внимание здесь у меня сегодня одуванчика листья и листья макрицы но не просто листья макрицы а я старался выбирать вот такие вот листочки где уже есть соцветия и вот видите вот эти бутончики это уже она отсвела и там семена то есть канареечки очень любят эти семена кушать и также взял немножко чеснока потому что вчера я хотел вам показать как попугай пенантовая розела любит чеснок но он был сытый и он нам не попозировал попробуем сегодня может получится вот здесь у меня вот здесь в теньке под деревом есть макрица смотрите я вам покажу чтоб в курсе были вот видите какие бутончики цветочки и бутончики вот это очень любят эти хотел сказать неразвучники очень любят канареечки вот эти вот бутончики все это нарываем моем под проточной водой и предлагаем канарейкам и так отправляемся сейчас посмотрим так мы с вами очутились у птиц вон там мой попугай кушал я им сегодня специально не кормил думаю вернее зелень не давал думаю пускай аппетит нагуливают они сейчас сидели там корм кушали сейчас посмотрим сейчас попробуем подманить вот таким вот букетом а потом предложим просто чеснок а вон и подружка его полетела сегодня смотрите друзья вон он сидит внизу здесь у меня букет ну посмотрим вот 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 пожалуйста сейчас я попробую именно макрица ему дать он кстати тоже эти семена очень любит а потом я пристегнуть чесночок он нам попозирует немножко я вам потом расскажу как содержать канареек после отца отделения вот такой вот у меня пенантик смотрите вот 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 короткий листок но согласитесь и даже чудо вот он оторвал видите оторвал цветочек и жует его сидит вот так берет в лапку только интересно там настолько маленький бутончик и он умудряется взять это в лапку в лапку могут брать они по размеру даже вот просто размер про просинки берут в лапку и грецкий орех также берут в лапу то есть вот от маленького до великого все берут в лапу этого пенантовый разное сейчас он будет еще кушать так это он нам сейчас показал как он любит макрицу а давайте теперь мы ему сейчас вот сюда пристегнем чеснок верить это чеснок то есть у меня все по-честному это я специально вам хочу показать чтобы вы видели и понимали что птица все кушает и чувствует себя отлично и хорошо а если кто-то мне скажет что нельзя давать чеснок то пожалуйста не просто обвинение там нельзя давать то нельзя давать то а если нельзя то почему но у меня вот все наглядно продемонстрировал кушают что даю все кушает и все прекрасная птица прям мне нравится и все хорошо так что давайте отойдем потому что чеснок есть чеснок но он тоже чеснок любит я что заметил очень любит он чеснок именно вот там где прищепка держит потому что вот внизу висит не так ведь как пережевывает бросил а вот та часть которую держит прищепка ну просто он от меня без ума и в конце он выковыривает аж с прищепки все полетел да конечно камера не смущается в общем вы сейчас видели кушает как вот таким образом хотел вчера показать так ладно он у меня не особо ручной но тем не менее за это спасибо вот мои вот значит наши молодые канарейки которые которых я вывел который вы у себя дома вывели значит по порядку когда канарейкам начинается 30 дней можно их отсаживать от родителей в крайнем случае если уж есть такая необходимость допустим если там щипать начинают самочки канарейка можно отсадить 25 может кто-то раньше отсаживал я не знаю но я вот на своем опыте самая рано 25 самая поздно 30 отсаживаем их в отдельную клетку зелени даем немножко поменьше чем я сейчас притащил значит так основное питание после отделения птенцов от родителей это будет яйцо яйцо даём на протяжении двух недель каждый день даем яйцо размятое в виде опять прилетел боится видеофиксатора значит смотрите даем яйцо на протяжении двух недель даем обычную жирная смесь которую они ели с родителями у кого есть возможность можете добавлять личную яичную смесь личной смесью я называю допустим просто можете кусок яйца потолочь вилочкой получат такие крошки маленькие канарята это любят и поедают охотник и присыпать можно присыпать семенами мака мак можете купить в магазине а еще хорошая присыпка семена одуванчика сейчас кстати одуванчик уже в таком активном цветении активное семена у него формируются вот сейчас как раз пора но у нас по крайней мере можно собирать запасаться семенами одуванчика а потом на следующий год будете давать в кашу это очень вот в эту мешанку это очень полезно также можете с морковкой мешать яйцо но обязательно хочу подчеркнуть две недели молоднячок вы кормите яйцом каждый день помимо основного корма также можете давать замоченный корм вы можете рапс замачивать только следите чтобы у вас ничего не закисло чтобы все было приятным запахом может так на запах ориентироваться вот после двух недель после двух недель рекомендуется молодых птенчиков отсаживать более большой такой пролетный вольер чтобы птица летала чтобы она получила была физически развита у меня карела поет не дает мне говорить значит почему важно пересадить молодняк в большие вольеры кстати я вот болтаю с вами а зелень то я принес забыл дать сейчас я минуточку дам зелень и так почему важно молодежь пересаживать более просторные вольеры потому как они должны летать что дает полет самцы будущие певцы будущие кинора почетные того может быть что-то будет участвовать в конкурсе благодаря тому что птицы будут летать пролетном просторном вольере у них будет громче песня понимаете у них будет больше развита диафрагма легкий но и птица наберет свой размер если птица без полета будет развиваться этот подростковый период то возможно не выйдет на тот размер который бы хотелось а согласитесь приятно когда ваша птичка на размер крупнее чем допустим у вашего коллеги или допустим в соседнем городе любитель есть в общем вы поняли да то есть превосходство эти будет заметны это все делает вольеры пролетки и правильного питания значит так дальше после того как две недели вы одержали на яички на этих самых зелень даем но умеренно а вот когда вы после двух недель уже яйцо убираете ну как убираете не прям сразу вот ели две недели яйцо а потом пришло время бы бах сегодня без яйца и и никогда больше нет вы на выдавайте через день каким через три дня потом раз в неделю и выходите как бы интенсивно выходите на то что хотя бы раз в неделю а потом раз в неделю прекратите давать оставите только зерносмесь обыкновенную то у меня допустим рапс у меня рапсы просо канареечное семя они меня практически не боятся канареечное семя лен немножко семечек немножко овса вроде ничего не забыл но если что-то забыл потом ходить отдельно видео сделаем в общем так вот вы насыпаете отдельно в кормушку классическую зерносмесь также можете купить отдельно к примеру рапс вы можете замачивать там семечки пшеницу ставить отдельно пророщена отдельно в посудину одно уже яйцо вы не даете и внимание даете обильно зелень каждый день обильное количество зелени это будет вам гарантия того что на следующий год эти птицы будут крепкие красивые здоровые и дадут вам хорошее потомство вот не верите проверьте но как бы вот все по делу значит по поводу линьки по поводу цвета видите у меня уже начинают менять окраску это сейчас у них происходит у кого-то начинается у кого-то заканчивается и длится на 6 недель если я не ошибаюсь первая так называемая детская линька можно сказать и увильная линька ну в общем будем простым языком выражаться детская линька что входит в детскую линьку так я вам по порядку видите уже пришли мы к линьке потому что этого все вы коснетесь будет у вас они отсажены сперва кушают яичко чтобы быстро адаптировались потом вы начинаете яичко убирать переходите на зелень и как раз время подходит у них начинается детская линька и вот момент детской линьки вы даете им зелень также даете им морковку миша с морковь стала реже давать потому что все таки друзья если быть откровенно честным и справедливым относиться к своим канарейкам то сейчас если сравнить состав химический химический состав вот мокрица одуванчик и разная трава то здесь в миллион миллион раз всего больше чем в морковке которая пролежала в хранилище зиму ну сами понимаете если у кого-то есть свежая морковка уже выросла то друзья это будет шикарно и ботва от морковки будет шикарно и ботва от свеклы будет шикарные подорожники и шпарыш или беда и подорожник я сказал да или беда цикорий в общем миллион миллион разных растений постепенно будет не попадаться на глаза я вам буду показывать эти растения ну вот так на скидку и общем еще самое главное вот когда уже у вас молодняк такой стал хороший адаптировался вы перешли на большое кормление обильное кормление зеленью очень важно если у кого-то есть такая возможность я вот стремлюсь к этому но на днях возможно сделаю но сейчас немножко не успеваю потому что у меня там стройка блоки бетон в общем приходится начал меньше уделять время в общем хочу сделать им пролетку большую клеточку относительно большую и поставить на улице в тенечке смысл в чем смысл в том что птицы которые будут взрослеть на свежем воздухе ну условно говоря июнь июль август то есть у нас пока май у меня еще есть запас времени они поживут здесь как бы под навесом таким помещение а вот летом я постараюсь их разместить на улице обязательно вам все сниму какой я сделал вольер покажу вместе посмотрим обсудим там плюсы минусы если у кого-то есть какие-то свои вольеры посоветуйте кто как держит я в уличном содержании еще ни разу не делал у меня раньше канарейки жили там в отдельном помещении как бы этим было все ограничено сейчас хочу вот прям еще улучшить содержание как у меня есть хочу еще улучшить хочу вот именно посмотреть на свою птицу которую дома вывел и которая будет у меня зим лето проводить на улице какое надо с потомство какие будут родители и тогда если будет хороший результат я буду прям двумя руками кричать за то чтобы все мои знакомые мои зрители содержали по возможности птиц летом на улице но друзья когда будете содержать летом на улице имейте ввиду кто живет в квартире на балконе чтобы не было сын цепёка чтобы не было сквозняков и чтобы не было хищных птиц и чтоб не было кошек вот это вот не забывайте вот видите как с любопытством с интересом с каким-то таким озорным ребячеством они гербанят этот куст и никто не дерется видите все заняты тем что надо куст этот кушать вот смотрите видите вот здесь мокрица вот она уже они расклевали вы куда показывают уже не расклевали эти семена вот тут семена остались потому что их не видно первым делом канарейка поедает семена и делать полузрелые штучки от цветочков так что друзья у кого если остались какие-то вопросы пишите не стесняйтесь комментариях по возможности отвечу если я отвечу там комментариях очень интересно общаться потому что кто-то добавил кто-то убавил переговорили решили и пришли к большему результату так значит на этом видео подойдет концу всем удачи всем успехов здоровья с наступающим днем победы всех вот и канарейкам вашим только здоровья красоты чтобы их чтобы они своей своим здоровьем радовали вас а вас от этого по свое здоровье увеличилось и будет все хорошо все всем пока